Они объединились, Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов. Они меня обвиняют во всем шагу, называют его долбоебом, да, за глазами, естественно. И у них задача его снести, бля. Но сейчас они это не делают, накопительный момент. Да, ну потому что на кого-то надо списать. Слушай, Ченнезов играет, сука, здесь боль, блядь, ему похуй, он отвечает за ВПК, бля, он, блядь, сука, они самые охуевшие люди. Мое мнение простое, они живут всегда как короли, как боги, блядь, конченые, они твари, вот что я тебе скажу. Ничего хорошего они тебе сказать не могу, они подонки, блядь. Но у них коллективная вина, они же все наверху, каждый из них отвечает за свой сектор. Стишки обосрали, ни одного, он говорит, что все, ничего, главная армия. Оказалось, что и армии тоже нет. Конечно, конечно, они его обманули, они его обманули, они его обманывали, блядь. Они живут в своей парадигме, они живут в своем мире, блядь. Ведут себя, особенно у многих жены, сука, секретарши бывшие, блядь, понимаешь? Ну это пиздец, просто, блядь. Слушай, Боря, Боря был здесь, Боря был здесь, брат Аркадий, ну чистый ушлепок, блядь, честно тебе скажу, чистый ушлепок, блядь. Ну он всегда таким был, жадный. Охуеть просто. Это просто, у меня такое разочарование, блядь, я эту публику, блядь, просто я в шоке, блядь. Ну удерживаются они или нет? Вопрос в этом. Не знаю. Просто они просрали, страну они просрали. Что они просрали? Да. Что они просрали? Не знаю, я не знаю. А что мы ждем, Блеб? Вопрос в том, что будет после них, вот чего. И как будет. Пойдет, блядь, на той стороне, на той стороне, на той тревожнице, будут опричники, И будет, блядь, там махновщина, блядь, будет пахать кинжалами, там, кувалдами, блядь, там. Ну, это же донсенс абсолютно. Я ни одного разумительного заявления не слышал. Ни одного хода правильно. Ты правильно говоришь. Ты правильно говоришь. Ты правильно говоришь. Они могли, вот так, когда было все, шло подъем, они могли, как бы, втенить это подъема на энергоносители, цены, тогда, когда на них сыпал дождь, дождем вот эти бабло, их не видно. А вот тогда, когда трудная ситуация, они все проявили, что они никчемные, недоиспособные, не умные, неразумные, не квалифицированные. Ты понял, что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, блядь. Лишь бы спасти себя, блядь. Не, не, они друг друга сейчас... Не, он не спасет, а за что он отвечает? У нас республика... Федерация, президентская страна, президент за все, за все. За все. Парфа, то, что они страну проебали, это даже можно не сомневаться. Давай потом, пожалуйста. Они нас проебали. Наши детей, их будущее, их судьбу, блядь. Да. Они, честно, если честно, если честно, то, конечно же, они преступники, блядь. Да. Еще какие-то, блядь. Они прожили свободу, не трылом в жизни. Такое видели. Ну, как так, я не знаю, начать, беззакончить. Послушай, они креативно, они проиграли, они проиграли кварталу 95, блядь. И то, что они говорят, что против на них воюют те, 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 туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту хуйню, он сам себя в это загнал. Честно говоря, да. Ну, блядь, остановился бы, получил бы Нобелевскую кремль и ушел бы нахуй. Он все равно страну отдал, блядь, считай. Отдал он ее нахуй, никуда мы не денемся. Нас отъебут, блядь. У нас вариантов нет никаких, блядь. То есть, даже если он отъебет и нажмет на кнопку, блядь, будущего в этом раскладе у целой нации нихуя нет. Вот и все. Он нас всех выебал в рот, блядь. Да. Это надолго, к сожалению, это надолго. Он назад не пойдет, вперед не может. Он будет вот так вот, там, грызняет, тараканы, блядь, стакане, они друг друга уже грызут. Будут группироваться там, одного уничтожат, потом друг друга они будут сжирать, в горло сцепляться там. Топить будут они друг друга, потому что они тонут. Они тонут, они понимают, что все, теперь наступил уже, все. Я думаю, они всех хотят к одному тащиться. Да, столько лет, 22 года. К кону можно было. За 30 лет Дубай построили, блядь. Дубай. За 30 лет построили. За 40, да, 40 лет. 40 лет, блядь. Можно было бы страну сделать. Да, да, значит, что мы построили, блядь. Что сделали, блядь. Медведев говорит. А у нас, говорите, дрова, угол не нужно. У нас у всех газ, блядь. У нас у всех газ себе, блядь. В Туве, Туве. 90% народа топит углем и дровами, блядь. В Бурятии, нахуй. Они вообще, блядь, как будто не из того света, блядь. Надулись. Подонки, подонки. Подонки, просто. Просто подонки, блядь. И продлевает... От нами у страны будущее. Пустышка. Пустышка, блядь. Закомплексован. И этот, и второй, лилипута, блядь. Недорожшие. Закомплексованные, блядь. Ненавидят. Селовеки все их ненавидят, блядь. Ну, просто вопрос в том, что когда все это кончится, блядь. Чем это кончится, блядь? Как все это разгребывают? Потом, блядь. Ты понимаешь, в чем проблема? В хаосе и поиске других виноватых, они тем самым спасают свои жопы сегодня. Потому что оправдаться перед обществом уже невозможно. Понимаешь? Вот смотри, политика китайская, насколько она гениальная. Никого он не будет снимать, это точно. У него нет таких принципов. Он главнокомандующий. Он несет за все ответственность. Если он понимает, что менять Шойгу, шило на мыло, блядь, там, это ничего не поменяет абсолютно. От ничего личного. Там просто он понимает, что за все с него будет спрос. И 24 февраля знал. Тесняка, это наша жизнь. Это наша жизнь, наша судьба. Мы же не можем назад включить это время. Кто знал? Кто знал? Люди есть там по 35 ярдов, блядь, замороженных, нахрен. Есть не могут, блядь. В шоке. Кто знает. Кто он, блядь, не подумав, решить такое, блядь, нахрен. Он всех подставил. Всех и вся. Всю страну. Весь народ, блядь. А просто не в деньгах, блядь. А просто морали, психологии. В принципе, он похоронил русский народ, блядь. Да, похоронил весь российский народ, блядь. И надолго, блядь. Когда мы от этого отмоемся и так далее. Это братубийственная война, блядь. Да, но единственный способ, если он ее выиграет, если он ее еще и проиграет, это вообще-то все. Я не знаю, как его можно выиграть. Я же слежу, считаю, у меня 18 сайтов. Я же не идиот. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю в этой грязи, блядь. В этой снегу, блядь. Я смотрю фильм «Освобождение». Люди шли, амбразуру закрывали грудью, блядь. Потому что они шли за «Освобождение» своей страны, блядь, от его немецко-фашистского захватчиков, блядь. А тут-то, понимаешь, вымышленные. Тут-то их веков забирают. А ты заметил, креатив какой? А ты заметил креатив какой? Русня, расшисты, сродни фашистам, понимаешь, да? Ты заметил, обрати внимание. Да. Какие лозунги они используют? Нет, у них пиар работает. Они хорошо готовились. А это все проебали, блядь. Все проебали. Все, все. Могу тебе одно сказать, что... Ну ладно. Когда наши пошли туда, под Киевом, они должны были взять этот... закрытый командный пункт, называют, ЗКТ. Они сказали, что все там...